Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши пресс-конференции, посвященные участникам конкурсных программ 7-го Одесского международного фестиваля. Сегодня мы представляем фильм «Холодный ярд. Интро», который участвует, напоминает, сразу в двух конкурсах, а именно в Украинском национальном конкурсе «Холодный ярд. Фильм» и в конкурсе «Европейских документальных фильмов». Перед вами сегодня режиссер фильма Алина Горлова, продюсер фильма Лена Яковинская и представитель продакшена «Дабор», а также второй режиссер фильма «Лиза Смирна». Пожалуйста, может быть, у вас сразу есть вопросы? Потому что вчера нам пришлось остановить горячую дискуссию на полустой вечера. Пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что стало вдохновением для Кижона? Здравствуйте. В первую очередь вдохновением, конечно, стал сам «Холодный ярд» Кижона. Потому что там, как я вчера уже рассказывала, действительно очень кинематографическая местность. Мы поняли, что, в принципе, куда бы мы ни направили кадры, ни с тем, мы видели сумасшедшую... Второе вдохновение — это книга про «Холодный ярд». На самом деле, художественных произведений про «Холодный ярд» не так уж и много. Можно сказать, что их всего лишь два. И, прочитав историю у «Холодного яра» про восстания, которые там происходили, меня очень это вдохновило. Я увидела в этих людях, ну, я могу сказать, что, ну, какую-то силу, вот, какой-то дух, который был очень похож на то, что происходило на Майдане. И я подумала, что, ну, по-моему, это та история, которая повторяется. И интересно было бы побывать в том месте, где это все произошло. Пожалуйста. Производство фильма, бюджет был примерно 16 тысяч долларов и один режиссер. Как вы справились вдвоем и превысили бюджет? Интересно просто. Фильм финансировался за счет... Фильм финансировался за счет гранта президента от Госкино. Да, поддержало Госкино данную идею и фактически... Откуда у вас информация про 16 тысяч долларов? Евро, простите, евро. Евро? Откуда информация, что это? Профессионал. В прошлом году мы также проект презентовали на сессии Work in Progress здесь, в Одесском. Секции. Производство. Также было со стороны самого продакшена, Табор продакшен. Поэтому состоялось. И все еще продолжаем заниматься и монтироваться. Так что в дальнейшем еще будет новая версия. Производство, можно сказать, еще идет. Поэтому мы пока еще не знаем. Пока еще не знаем бюджет. Мы такие проекты любим, за которыми надо долго следить, и они развиваются. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Взагалі, ничего не дивиться. Продолжение следует... Продолжение следует... То хотя бы у него появится интерес Ввод этого места Это уже очень хорошо Потому что, в принципе, эти стрелец истории забыты О них никто не говорит, они очень интересны Большинство жителей Украины Не знают про холодные То есть мне кажется, что Фильм выполняет По крайней мере Эту функцию По поводу Того, что вы говорите, что 15 минут можно было уложить Ну, это достаточно Такой, не знаю Пространственный, не знаю, вопрос Комментарии, скажите, пожалуйста, каким образом Можно было это уложить в 15 минут Выкинули все заеба, выкинули все Повторые, я могу Зайти в эти стрелецы Я включила, я бы хотела добавить Мне кажется, что Рукова, оператор, директор Главное, это задать вопрос Перед зрителем То есть зритель приходит и перед ним вопрос Что такое холодный я Потому что никто не сказал, что кино И вообще искусство должно давать ответы Скорее, должно задавать вопросы Это не научно популярный фильм И не статья википедии Если вы хоть что-то почувствовали За время просмотра фильма Пришли домой и заинтересовались Мне кажется, ребята уже очень справились С тем, что они хотели сделать Но если про кого-то не задают вопросы Это будет какой-то результат Это ваше мнение Можно спросить? Юречка, с кинотеатра Все-таки Из-за чего вчера осталась дискуссия Потому что я После просмотра Потому что я решил Мне нужно было лежать в другое место И там три вопроса Я выслушал, а дальше думаю Что-то будет, что-то не будет С вашей точки зрения Почему? То есть основной массаж был Со стороны зала Почему пришлось остановить дискуссию? Почему пришлось Остановить дискуссию? Остановить дискуссию? Да, да Потому что не хватило времени Ее проголосить Ага А, я просто думал Что там были такие яркие Да, ну теперь Субственная вопрос Я когда на Печенге и Костино Слушал ваш проект Я там был Вообще Меня он настолько вдохновил То есть вы настолько вдохновили Я почувствовал Какие-то молодые люди Которые взялись за такую тему Я тоже в 13-м году Как раз первый раз побывал Холодном беру Проехался там Посмотрел Вот все Достаточно На протяжении нескольких дней И у меня создалось Своё впечатление Я подумал Вот сейчас эти молодые люди Все-таки сделают что-то У них Им дали деньги И Возможно Слишком мои завышенные ожидания Потому что Как бы То есть я так представил себе Что это должно быть нечто Которое объяснить Что же там Артикулируют Что же там Такого Особенного В этой украинской Швейцарии Да Так условно говоря Там местность еще рядом Которую так называют Что позволило Этой местности Стать там Ну и как бы Началом колеющими То есть собственно Какие-то яркие Как бы Ну и Двадцатые годы Почему там Именно это произошло Именно там И все началось Именно там Такая борьба Упорная была И так далее И так далее И вместо этого Я увидел Увидел Вот Знаете Когда человек Не может Объяснить Почему ему Нравится Это место Ну это место Такое Знаете Вот Вот Такое Такое Этакое И снова И так Двадцать Тридцать Раз Вот это то Что я увидел Вчера в фильме То есть Вот понимаете Я не хочу Сейчас Сознательно Как бы Ну Раскладывать его Ну чтобы мне было Как бы сильно больно То есть Я знаю Что я Как бы Это смогу Вот Не хочу вас бить Потому что Я понимаю Что вы близкие люди По духу Но Но почему Не смогли Артикулировать Когда вам Была такая возможность Дана Редкая возможность Для молодых людей То есть Вы Сами Смотрите Вот Попытаться Отстраниться От своего фильма Представить Что вы Любите это место Понимаете Его значимость И вы Посмотрели Фильм И он Не ответил Ни на один Из ваших вопросов По сути Ну то есть Вернее Там есть какие-то Находки Мне нравится Там мальчик Мне нравятся Русскоговорящие Там люди Которые Как бы Показывают Интернационализм Общий Этого Чего-то 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 Такого Что там В воздухе Висит И так далее То есть Какие-то Были яркие Моменты Но их было Безумно Мало То есть Были просто Крупицы Которых Хватит На 5 минут Не на 15 Даже Безумно Безумно Но я ждал Но я ждал От слов Бабушки У меня должны В какой-то момент И я почувствую Что вы не дожали У меня должны были потечь Слезы То есть Она Ну да Как Мы туда ездили Идея Как это нужно сделать Допроводческих Внимание Какое-то Я прошу прощения Я думаю Что это Совершенно Бессмысленная Дискуссия Потому что Это ваше видение И Абсолютно Вы видите так Вам чего-то Не хватает А другим Действительно Полне хватает У меня На связи С авторским видением Другой Вопрос Коллеги Журналисты Мы сегодня Обсуждали И мне показался Этот вопрос Интересный При просмотре Вашего фильма Ощущение Такое Что Основная Часть натуры Осенняя Это Сознательное Решение Или это Производственная Необходимость Ну вот Нет Нет Как бы Ярких Солнечных Летних Жарких Кадров Есть Осень Тихо Тихо Я думаю Что На самом деле Это не осень Это Ну оно Выглядит Похоже На осень Это Ранняя весна Так Получилось Что Почему-то Именно ранней весной На больше всего Везло На героев На какие-то Интересные Сцены Вот Но на самом деле Там представлены Все времена Года Но Общее Ощущение Обще Фильма Что Это Что Это Межсезон Ну Нужно Сказать Что Действительно Холод И Красивее Всего Выглядит Именно Осенью И весной Когда Ты видишь Ландшафт Когда Ты видишь Фактуру Видишь Четкие Линии И Это Все Раскрывается Перед тобой Более Ярно Спасибо Еще Может быть Кто-то Вы сказали Что Фильм Также Представлен В Документальной Программе Так вот Собственно У меня Вопрос Не о Фильме А о Том Как Вы Считаете На Какой Стадии Сейчас Находится Кино В Украине А точнее Даже Документальное Кино В Украине Мне кажется Что это Определенная Стадия Расцвета В любом Случае Потому что Появился Интерес К документального Кино И Для меня Было Большой Неожиданностью Посещение Докудейс В Позапрошлом Году Когда Я увидела Очереди Просто Которые Начинались На Улице И Для меня Это было Большое Удивление Потому что Я Ходила На такой Дейс Давно И Я помню Сколько Там Было Человек В зале И Когда Я Пришла После Как раз Событий На Майдане Когда Я Пришла И Увидела Эти Очереди Которые Реально В Киеве Люди Стояли Почти На Улице Для Меня Это Было Как-то Подстегивает Режиссеров Я думаю Вот так Вот Может Вопрос Задать Среди Да Конечно Я с удовольствием Отвечу Потому что Например Мы с Длиной И Другницей Мы учились На Режиссеров Художественного Фильма И На самом деле События В стране Революция Потом Война Это Те Самые Вещи Которые Спровоцировали Очень Многих Режиссеров Документального Фильма Театра И Художественного Фильма Посмотреть На Реальность Ну То есть Выйти Из Какого-то Мира Фантазий Да И Посмотреть На то Что происходит Здесь Сейчас Потому что В какой-то Амент Это Казалось Важнее И Точнее И Живее Чем То Что В голове Мне Кажется Это Очень Важный Процесс В нашей Стране Вот И И И И И И И И Потому что Это Дало Большой Толчок Развитию И Копродукции И Всяких Лабораторий И Кинофестивалей Так что Мне кажется Это Большой шаг Для всех Сейчас Большое Поле Для Экспериментов Потому что На документальное Кино Не нужны Такие Большие Бюджеты Чаще Всего И Действительно Мы Таким Образом Мы Делаем Больше Фильмов И Можно Делать 10 Максимум 5 В год Наверное Где-то Так А Документальных Можно Делать 20 30 15 Которых Скорее Всего Будет Очень Хорошим Даже С Экономической Точки Зрения Это Интересно Для нас Сейчас По Исследованию Зрительского Контента То есть Собственно Варя Так Некий Средств Украинского Сообщества Значит Базовыми Ценностями То Что Учитывает Телевизионщики Ну И Кино Шин Тоже Должны Учитывать Является Порядка Очередности Дети Семья Земля И Добавля Себя Видимо Жертвовать Собой Или Своим Ременем И здоровьем Ради Защит Базовых Ценностей У вас В принципе В этом Фільме Есть Все Три Ценностя И Четверто Который Сказал В Наступного Разу Вы Что Будете Менять Чи Все Лежится Так само В Наступном Проекте В Повном Мене Мене В В В Наступном Якщо вам Вдастся Щось Зробити Я думаю Що Вдастся Що Це Влизаційності Тобто Що Ви Влизаційності В наступному Проекті Вибачте Я не можу Вам поки що Неполисти На це питання Звісно Чи Проекту немає Чи Нема цінності Є Нема цінності У мене Нема цінності Давайте Завершимо Наші дискусії Вибачте Можемо з вами Там Посперечаємось Після Конференції Але Я не розумію Немає цінності Є Вибачте Недостойно розмовляти Журналістом Тобто Ви вище Розмови Відповіді На конкретні питання Просто Недостойно розуміло питання Вибачте Справжу Про наступного Проекту Про який Звісно Можете Відповісти На вражаючі Так я ж Вам відповіла Не буде ніяких цінностей Не буде Наступного Цінностей А що Ми ще не говоримо Про який Наступний Проект Потім Зможемо Окремо поговорити Про який Наступний Проект Ми Обсуждаємо Холодне Якошні Інтро Пожалуйста Давайте Ми до тих Слово У мене С вчерашнього дня Как я тупо увидел Что там Інтро написано Все беспокоє Почему это Інтро Это значит В продолжение Вторая и третья части Должна Я пропустив Начав Может Конференці Да Конечно Будет Как мы и говорили 90-минутная версія Этого фільма Вот Которая Будет Больше ориентирована Конечно На международную аудиторию В которой Будет Съемки с коптера Вот Этой местности В которой Будет Больше Раскрыты Некоторые персонажи Вот Ну Пока Мы не говорим Да Неинтересно будет смотреть И Также Мы Немножечко Больше Раскроем Исторический контекст Но Нужно сказать Что Эта версия 60-минутная Она имеет право на жизнь Свою самостоятельно Мне кажется Что У нее Есть отдельное настроение Видимо Я не понимаю Слово Значение Интра Интра Вступление Вы говорите Что у вас проект Вступление Должно быть И дальнейшее Что А вы говорите Что закончили этот же проект Просто расширив его Это не интро Это разница большая Интро и не интро А расскажите пожалуйста Как он назывался Ровно год назад Производство У него было заповедь Кастамент Вот Объясните Что Он Доменялось Еще Производство Название Интра Произведение Классическое строится Интра Аут Есть серединка Конец Вы говорите У вас есть начало Я спрашиваю Будет ли серединный конец Это Информативное посвящение Вы Частично В эту тему Воплощены Были Данным Фильмом Меня Случает Название Все Я просто Алина Если Стойно ответить На мой вопрос Извините Я тоже Шпильки Отпускаю Каким то образом Поменялась Концепция Фильма От начала К Тому Когда Вы Сняли Собственно говоря Материал И начали его манхировать То есть Что это было за динамика Да С удовольствием Отвечу на этот вопрос Поменялось В начале У нас Была Достаточно Четкая Конструкция Мы Думали делать Главного персонажа Мы Хотели Как бы У нас Была Определенная Да Определенный сценарий Когда Приступили к съемкам Мы Поняли Что Мы Поняли Что это естественно Все разваливается То есть Эти персонажи Они Они Ведут себя По-другому У некоторых персонажей Просто нет Таких Как мы бы хотели Вот И Оно Поменялось Вот Вы Увидели То Что Вы Видели На экране Собственно Я считаю Что Мы Этого Достигли Это Мозаичная Структура Фильма От Бабушки Но Мы Их Историями Продолжаем И Они Почти Не Пересекаются Вот Вот Так Это Все Поменялось Но Мальчик Мы Думали Что Нам Нужен Мальчик Мальчик Пока Он Не пришел В домик Где Мы И Собственно Он Я Так Что То Что Мы Но Очень Много Все Променялось Потому Что Добавился Стедикам Мы Видели Проезды Этого Изначально Не планировалось Потом Пришло решение Что Это Нужно Стедикам То есть Фильм Создавался В процессе Съемок И Потом На монтаже У У У У У У Есть Еще Пару Вопросов Производственной Стороны Когда Вы Предполагаете Завершить Полную Версию По Плану Хотелось Конечно Версию Версия Версия 16 мая Уже Здорово И Дальше Мы Уже Вы больше взраховывали, на иноземную или национальную? Вы про это чуть-чуть прочитали. В 60-х вилей, в майкутной версии, на какого-то ряда? Конечно, очень важно было показать нашу аудиторию, но больше мы взраховываем на международную аудиторию. Мне кажется, сейчас это очень важный вопрос, потому что мне бы хотелось для этого фильма действительно фестивальную историю, фестивальную судьбу. И вот эта 90-минутная версия будет монтироваться с учетом того, что это для международной аудитории. То есть там будут какие-то сделанные акценты на то, чтобы это было понятно международной аудитории. На самом деле это достаточно сложно сделать, но чтобы фильм попал на международный фестиваль, это все не должно быть для международной аудитории. Два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что как раз по поводу 90-минутной версии. Хотите ее расширить, в том числе и за счет добавления исторического контекста. Какие конкретно моменты исторические вы включите в 90-минутную версию? Это первое питание. И другая, меня мучают смутные сомнения. Про ваших глазках. Мне показалось, что книжки на столе у бабушки оказались там не случайны. Я не поверила в то, что они там живут. Сына. А если туда будет вылезать? На самом деле очень жаль, что такое впечатление создалось, потому что это абсолютная правда. Мы эту бабушку таким образом и нашли. То есть мы искали людей, которые интересуются историей старых людей. И нам ее посоветовали. Сказали, что она перечитывает эти книжки постоянно. Ну, то есть это уже такая стадия, когда вот есть твоя любимая книга. Там три. Ты их постоянно перечитываешь. Это бабушке 90 лет. Вот. И это не постановочный кадр. Также... Исторический. А, да. Исторический. Исторический. Я бы хотела больше сакцентироваться, конечно, на Хладноярской организации. Эта организация была создана в 20-х годах. В 1920-х годах. Вот. И... Почему именно на этом? Потому что то, как она была организована, то, какие в ней целили правила, это очень похоже на то, что была на Майдане. Вот. Это такое маленькое американское государство, можно даже сказать, в центре Украины. И мне кажется, что если мы преследуем идею показать пересечение истории настоящего, то это лучший выбор. Вот. Алина, скажите, вы знаете, в Хладноярской организации процентное, скажем так, соотношение социальных слоев, кто там были, ну, как твердила большевистская пропаганда, кулаки и так далее, и так далее. То есть вы знаете, кто там основной, ну, 80% состава, кто составлял? 80% состава? Да. Это были Хладноярцы? Нет, я понимаю. Это была интеллигенция. Нет, я понимаю, это была интеллигенция. И так далее. Это с этого можно, в принципе, начинать. Вот, понимаете, это ключ. Да, смотрите. Большую, конечно, часть составляли жители, естественно, Холодного Яра. Это были обычные люди, которые занимаются, не знаю, своим хозяйством. Да. Конечно, это была своего рода интеллигенция. Это было не так. У них не было хозяйства по классным составам, и это были, наверное, люди, лишённые средств производства. В смысле? Это не было кули. Что? Мы опять начинаем вступать в творческую дискуссию. Нет, просто это факт, который, мне кажется, нельзя пропустить. Как? Это факт. Встретитесь с Алиной наедине и расскажите им всё, что вы хотите рассказать. Она вам будет благодарна. Но много были просто люди из всей Украины, которым важна была идея идеала свободы. Поэтому именно это мы… И не единственное, которое сделало это сопротивление. Это же… Там были люди и из интеллигенции, но не все. Нам, скорее, надо показать, что это идет, потому что называется к свободе. Давайте всё, потом. Так, если у вас нет больше вопросов, кроме дискуссий. Ну давайте, наверное, прекратим на этом нашу пресс-конференцию. Закончим с обоюдным удовольствием. С обоюдным удовольствием мы пожелаем нашим прекрасным девушкам удачи в двух конкурсах, в которых они участвуют. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.